Всем здравствуйте! Ни для кого не является секретом тот факт, что зелень полезна. Зелени нужно есть много и часто. Сейчас вам покажу рецепт приготовления зелени. Такого соуса или какой-то намаз или закуска не имеет значения. Блюдо, которое вам очень понравится, особенно если вы любитель зелени. Но если вы не любитель зелени, все равно оно вам тоже понравится. Итак, у меня здесь петрушка и немного руколы. Может быть зелень любая. Петрушка, кинза, базилик. Все, что вы едите, все можно использовать. Я использую такую. Петрушка и рукола. Больше у меня ничего пока что нет. Очень люблю сюда добавлять кинзу. И у меня есть еще чуть-чуть базилика. Он очень ароматный, домашний, но это чуть позже. Сейчас мне нужно вот эту вот зелень мелко порезать ножом. Так, зелень я порезал. Вот так она вся выглядит. Здесь петрушка и рукола. Теперь настало время заняться другим ингредиентом. Это базилик. Значит, мне нужны листья базилика. Листья базилика я оборву. Чуть-чуть порежу мелко. И брошу сюда в ступку. И вместе с солью перетру в однородную массу. Теперь нужно зелень небольшими порциями тоже истолочь в ступке. В такую более-менее однородную массу. Но консистенция массы зависит от вашего терпения. Ну вот так выглядит зелень после того, как я ее истолок в ступке. Скажем так, я человек терпеливый, но сейчас очень голодный. Поэтому мне не хватило терпения перебивать прям такой, знаете, в пасту. Поэтому чуть-чуть как бы так не очень. Но теперь что нужно? Сюда нужно добавить по желанию, если нужно, специи. Например, там перец и растительное масло какое-то. Мне нравится с льняным маслом и нравится с оливковым. Сегодня будет масло оливковое. Ну вот такой вот внешний вид у этой закуски на маске соуса. Аромат просто безумный. Я уже просто не могу говорить, потому что у меня активное слюноотделение. Сейчас покажу, как и с чем это можно есть. Первый вариант. Можно есть с хлебом. У меня вот такая вот лепешка из цельнозерновой муки. Сам делал. Еще чуть-чуть теплая. Вот сейчас этой лепешкой я этот соус буду и пробовать. Следующее блюдо это пшенная каша с той самой подливой соусом. И всегда рекомендую каши есть с овощами. В моем случае это будут помидоры. Ну а помидоры тоже нужно есть. Можно есть с этим зеленым соусом. Вот так вот сверху положить. Вот. Красиво. И теперь пробую. Значит, каша. Каша и соус. Так. И помидоры. Следующее блюдо это мамалыга. С мамалыгой тоже все как бы понятно. Мамалыга, оливковое масло и зелень. Снимаю пробу. Идеальное сочетание кукурузной крупы, оливкового масла и зелени. Тоже употреблять с овощами, с салатом обязательно. С чем есть вот этот вот зеленый соус, это каждый может решать сам. Не имеет значения. Ко всему оно как бы и подойдет. То есть я люблю и полезно и очень хорошо усвоится, потому что разбита немножко зелень. Одним словом, пробуйте. Если вы употребляете с чем-то очень интересным этот соус, напишите в комментариях. С чем зашло, не зашло, понравилось, не понравилось. Очень хорошо, кстати, сюда добавить острый перец. Чуть-чуть. Но пока что перца нет. Это будет чуть-чуть через недельки, две-три позже. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok